Библейский портал экзегет.ру представляет Сегодня на библейском портале экзегет мы продолжаем наши беседы по первому соборному посланию апостола-евангелиста Иоанна Богослова. И сегодня мы будем читать и делать обзор четвертой главы этого послания. В этой главе апостол призывает испытывать духов. Очень актуальный призыв для наших времен. Об этом в первом стихе данной главы. Далее, дает критерий для испытания духов. Об этом второй, третий стих. Показывает, кто от мира, кто от Бога. Об этом с четвертого по шестой стих. Показывает с помощью различных доводов. Призывает к христианской любви. Об этом с седьмого по шестнадцатый стих. Описывает, какой должна быть наша любовь к Богу. И в чем она должна проявляться. Об этом с семнадцатого по двадцать первый стих. И первый раздел – это первый стих, где апостол и евангелист Иоанн Богослов призывает испытывать духов. «Возлюбленные, не всякому духу верьте, но испытывайте духов, от Бога ли они, потому что много лжепророков появилось в мире». Лжепророки – это люди, которые что-то нам обещают в ближайшем будущем, но в результате все эти обещания оборачиваются ложью и греховной неправдой. Все кончается разочарованием для тех, которые начинают веровать в таких пророков. Особенно много таких пророков в мире политики, и особенно мы наблюдаем их в качестве таковых, ложных, когда идет предвыборная кампания, и они обещают или за очень короткое время решить социальные проблемы, или устранить какие-то конфликты в собственной стране, с соседями или что-то еще. Но Слово Божие категорично. Мы должны уповать на Бога. А если мы проявляем свое упование на людей, а что такое человек? Любой человек. В Библии говорит, это пар, пар, который на малое время появляется и потом развивается ветром, и от этого пара ничего не остается. И Писание учит, не надейтесь на князя, на сына человеческого, в них нету, в этих сынах человеческих, спасения, спасения в Боге и с Богом. Потому что Бог является не только причиной нашего возникновения, но и истинная конечная цель нашего существования. И только в нем может успокоиться наше сердце. И в первом послании к Тимофею 4.1 апостол Павел пишет, «Ду уже ясно говорит, что в последние времена отступят некоторые от веры, внимая духом обольстителем и учением бесовским». Что такое бесовские учения? Мы знаем, мы с этим сталкивались. Это и коммунистическая, атеистическая идеология, это идеология национал-социалистов Германии, фашизм, это идеология культа золотого тельца, обогащения, это идеология либерал-фашистов, и это реальность, в которой мы живем. Мы не должны верить всякому духу, мы должны испытывать духов, от Бога ли они, потому что много лжепророков. Далее дается критерий для испытания их, этих ложных духов. Об этом 2-й и 3-й стих. «Духа Божия и духа заблуждения узнавайте так, всякий дух, исповедующий Иисуса Христа, пришедшего во плоти, есть от Бога, а всякий дух, который не исповедует Иисуса Христа, пришедшего во плоти, не есть от Бога, но это дух Антихриста, о котором вы слышали, что он придет и теперь уже есть в мире». О чем это? О том, что тот, кто исповедует Иисуса, пришедшим во плоти Богом, он, естественно, ставит Иисуса выше всего тварного. А тот, кто этого не делает, он служит и поклоняется твари вместо Творца. Да будет благословен Творец во веки веков. То есть, гибель этого мира проблемы этого мира, люди не могут выстроить правильную иерархию ценностей, что на первом месте, что на втором, на третьем, на четвертом и так далее. Они все время ищут избавителя, им нужна какая-то крепкая рука, которая укажет им направление, и они как безумные побегут в этом направлении. И на территории нашей страны до сих пор стоят эти каменные стуканы, которые куда-то указывают, куда-то призывают нас шествовать. Это дух Антихриста. Антихрист – это тот, кто подменяет собою Христа. Это не отрицание существования Христа, это попытка собою подменить Его. И в этом смысле каждый политик, который влюбляет толпы в себя, но не в Бога, он Антихрист. И разочарование не замедлит, оно придет и оно будет горьким. Блаженный Феофилакт болгарский пишет, «Апостол говорит, что Антихрист уже в мире, разумеется, не самолично, а в лице лжепророков, лжиапостолов и еретиков, предваряющих и приготовляющих его пришествия. А сам Антихрист будет человек, носящий в себе сатану, превозносящийся выше всего, называемого Богом или святынью. Почему и запретит служить идолам, их разумел апостол под святынью, а себя одного будет выдавать за Бога». Вот здесь Блаженный Феофилакт обращает внимание на то, что Антихрист будет бороться с идолопоклонством, так же, как он будет бороться с Богом. Он не допускает никаких идолов, кроме себя самого. И это опасная идеология поклонения твари вместо поклонения Творца. Далее апостол и евангелист Иоанн Богослов с 4 по 6 стих показывает, кто от мира, а кто от Бога. И мы читаем 4 стиха и ниже «Дети, вы от Бога и победили их, ибо тот, кто в вас, больше того, кто в мире, они от мира, потому и говорят по-мирски, и мир слушает их. Мы от Бога, знающие Бога, слушают нас. Кто не от Бога, тот не слушает нас. Посему-то узнаем Духа истины и Духа заблуждения». Сейчас вот эти слова, они от мира, потому и говорят по-мирски. Их можно применить даже ко многим служителям церкви, которые вдруг начинают говорить по-мирски, и когда мы слышим то, что они говорят, у нас создается впечатление, что это не проповедь Евангелия, это под диктовку правителя той или иной страны, под диктовку идеологов той или иной партии служителям Христа произносятся слова, которые никакого отношения не имеют к идеалам христианской веры. И очень печально бывает видеть таких служителей, которые говорят по-мирски, мир их слушает, он им рукоплещет, но для нас это трагедия. Ради таковых имя Божие хулиться у язычников, те же самые язычники скажут, вы приняли нашу идеологию, вы согласились с нашей логикой, с нашими ценностями, особенно трудно сейчас быть христианином на либеральном западе, там требуют от служителей Христа, чтобы они не называли грех грехом, чтобы они объявляли грех нормой, и некоторые поплыли по течению этого мира, но подобное случается и в нашей стране, когда дух секуляризации, обмершвления проникает в сердца служителей Христа и разведает их этой бесовской ржавчиной. В Евангелии от Иоанна 13 глава 20 стих сказано «Истинно, истинно говорю вам, принимающий того, кого я пошлю, меня принимает, а принимающий меня принимает пославшего меня». Вот эти слова Христа, они перекликаются с тем, что мы прочитали. Мы от Бога, знающий Бога слушает нас, кто не от Бога, тот не слушает нас. И здесь слова Христа «Истинно, истинно говорю вам, принимающий того, кого я пошлю, меня принимает, а принимающий меня принимает пославшего меня». Поэтому недопустимо для служителей Христа начать выполнять миссию светских властей, выстраивать некую симфонию с теми звуками падшего мира, которые всегда будут не в унисон той божественной музыки, которая струится со страниц Священного Писания. Это будет абсолютная катафония, это будет грех коллаборационизма по отношению к Богу, предательству Бога. Далее седьмого по шенадцатый стих с помощью разных доводов здесь апостол евангелист Иоанн Богослов призывает нас к христианской любви. И мы читаем седьмого стиха и ниже. «Возлюбленные будем любить друг друга, потому что любовь от Бога, и всякий любящий рожден от Бога и знает, Бога, любовь». Это то чувство, без которого христианин не может существовать, ибо Бог есть любовь, и если чувство любви проявляется в нашей жизни, то это и означает, что мы восстанавливаем в себе подобие Богу по образу и подобия, которого мы и сотворены, будем любить друг друга. Из того можно распознать, имеем ли мы любовь к Богу, будем любить друг друга, потому что любовь от Бога, и всякий любящий рожден от Бога и знает Бога. Восьмой стих. «Кто не любит, тот не познал Бога». Если в чём-то сердце, злость, раздражение, неприязнь, таковой не познал Бога, не приблизился к Нему, почему? Потому что Бог есть любовь. Вот здесь мы дошли до известных библейских слов, это именно восьмой стих четвёртой главы первого послания апостола-евангелиста Иоанна Богослова, и эти же слова мы встречаем в этой же главе, четвёртая глава, шестнадцатый стих, где также сказано «Бог есть любовь». Конечно, как я часто говорю, если на улице остановить десять человек, разных десять человек, и задать им вопрос «Что такое любовь?», мы получим десять самых разных ответов, включая самые экзотические. Но когда мы говорим о любви в евангельском, в библейском понимании этого слова, то речь идёт не о страсти, потому что человеческая любовь – это страсть, так же, как страстью является и ревность, и так далее, и гнев, это страсти одного порядка. В библейском понимании любовь – это совокупный совершенств. Это означает одинаково хорошо относиться и к своим, и чужим, как Бог, как Творец всех. Он заботится о всех и посылает свет солнца на праведных и на неправедных, и дождём дождит на праведных и на неправедных, и пока ты делишь мир на своих и чужих, ты не знаешь Бога, ты не приближался к Богу, потому что Бог есть любовь. И далее девятый стих, любовь Божия к нам открылась в том, что Бог послал в мир единородного, что значит единородного, единственного, сына своего, чтобы мы получили жизнь через него, то есть со своей стороны Бог всецело доказал свою любовь к нам. Как святитель Иоанн Златоуст однажды восклицает, Бог любит тебя больше, чем отец и мать, Бог любит тебя больше, чем твои друзья, Бог любит тебя больше, чем ты сам любишь себя, Бог любит тебя больше, чем Бог любит самого себя, ибо ради тебя он отдал возлюбленного единородного сына своего. И мы читаем 10 стих в том любовь, что не мы возлюбили Бога, но Он возлюбил нас и послал сына своего в умилостив за грехи наши. Здесь опять апостол и евангелист Иоанн Богослов возвращается к теме, что Бог доказал свою любовь к нам, Он показал эту любовь. 11 стих и ниже. «Возлюбленные, если так возлюбил нас Бог, то и мы должны любить друг друга». Бог явил нам образ такой любви, жертвенной любви, которая не делит людей на своих и чужих. Бога, 12 стих, «Никто никогда не видел». Действительно, Бог есть Дух. «Если мы любим друг друга, то Бог в нас пребывает, и любовь Его совершенно есть в нас». Вот так мы можем созерцать очами веры Бога с любовью, взирая не только на наших друзей, но и на наших врагов, чему призывает нас Христос словами «Любите врагов ваших, благословляйте проклинающих, молитесь за обижающих». Кто-то может возразить, но тогда мир повергнется в хаос, почему Бог дает такие заповеди, которые могут повергнуть мир в хаос, конечно же, Бог знает, что те, которые будут исполнять Его заповеди по-настоящему, не казаться, а быть христианами, их всегда будет мало. Это всегда будет малое стадо, тот остаток, о котором пророк Исаия восклицает. «Если бы Господь Саваоф не оставил нам остатка, то мы были бы то же, что Содом, уподобились бы Гаморе». То есть, мир погиб в огне, но ради остатка Божьих мир еще сохраняется, и он придет к своей гибели, когда скудеет волк святых. «Что мы пребываем в нем и он в нас, узнаем из того, что он дал нам от Духа своего». Апостол Павел уточняет, что любовь Божия излилась в сердца наши Духом Святым. Если ты не чувствуешь любви к врагам, это и есть тест на христианство, потому что если ты любишь любящих себя, в этом нет никакой заслуги. И язычники так же поступают, как учит Христос. Если ты приветствуешь братьев своих, а что ты особенного делаешь? И язычники так же поступают. Христианство это не товарное рыночное отношение. Люблю любящих, ненавижу ненавидящих. Поэтому прямо сейчас, когда ты смотришь отец, брат, сестра, эту беседу, вслушиваясь в слова, которые говорятся моей немощью, вспомни человека, который тебе самый неприятный, вспомни человека, который вызывает отвращение, раздражение, и попытайся найти в своем сердце чувство любви и сострадания к нему. Это и есть тест на христианство. 14 стих и ниже. «И мы видели и свидетельствуем, что Отец послал Сына Спасителя миру. Кто исповедует, что Иисус есть Сын Божий, в том пребывает Бог, и Он в Боге». Казалось бы, миллионы и миллионы христиан исповедуют, что Иисус есть Сын Божий, и что же теперь во всех пребывает Бог, и все эти они в Боге? Конечно, нет. В Новом Завете очень часто говорится о том, что нельзя только называться кем-то, надо быть кем-то. Иисуса если кто-то говорит, что он верует в Иисуса как в Сына Божия, он может произносить фразу выхваченную из христианского катехизиса, неважно из какого, из православного, католического или протестантского, но это не значит, что все являются подлинно детьми Божьими. Вера в то, что Бог-Отец возлюбил нас настолько, что отдал Сына Своего, она не может не вызвать ответной любви. Вот в чем секрет этих слов. Кто исповедует, что Иисус есть Сын Божий, в том пребывает Бог, и Он в Боге, и мы познали любовь, которую имеет к нам Бог, и уверовали в нее, Бог есть любовь, и пребывающий в любви пребывает в Боге, и Бог в нем. То есть, Бог доказал свою любовь, это жертвенная любовь, ибо Он возлюбил мир, который нуждался в крови Его возлюбленного Сына, как и сказано в Писании, ибо так возлюбил Бог мир, что отдал, отдал на жертву, на смерть крестную, отдал Сына Своего, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел бы жизнь вечно. Блаженный Августин пишет, что можно было сказать более этого, если бы не было сказано в похвалу любви ничего по всем страницам этого послания, если бы вообще ничего не было сказано на прочих страницах Писаний, и мы бы слышали только это одно от глаза Духа Божия, что Бог есть любовь, то мы не должны были бы уже искать ничего более. Теперь увидьте, что действовать против любви значит действовать против Бога, против природы Бога. Пусть никто не говорит, когда я не люблю своего брата, я грешу против человека, посмотрите, грех против человека, это не так значимо, грех против человека, только только бы против Бога, мне не грешить, так рассуждают грешники, Августин далее пишет, как же ты не грешишь против Бога, раз ты грешишь против любви, Бог есть любовь, разве это мои слова, восклицает блаженный, если бы это были мои слова, Бог есть любовь, тогда, пожалуй, кто-нибудь из вас мог бы соблазниться и сказать, что это Он сказал, что Он хотел сказать, когда говорил, что Бог есть любовь, Бог дал любовь, Бог даровал любовь, но сказано, любовь от Бога, Бог есть любовь. То есть это не то, что он нам дает, вот главная мысль Августина, а это то, кем и чем он сам является. Бог есть любовь. Августин восклицает, вот, братья, есть у вас Божие Писание? Это послание, каноническое, оно читается по всем народам, утверждено авторитетом всей Вселенной, само это послание и наставило Вселенную. Это от Духа Божия ты слышишь, Бог есть любовь. А раз ты слышишь, можешь поступать против Бога, можешь не любить брата твоего, но как же это прежде было сказано, любовь от Бога, а теперь Бог есть любовь, Бог от Бога. Есть Бог-Отец и Сын и Святой Дух. Сын – это Бог от Бога. И Дух – Бог от Бога. И эти три суть – один Бог, а не три Бога. Если Сын – Бог и Дух – Святой Бог, а любит тот, в ком обитает Святой Дух, значит, любовь есть Бог, но Бог от того, что исходит от Бога, ибо в послании есть и то, и другое, и что любовь от Бога, и что сам Бог есть любовь. Здесь Блаженный Августин выводит представление о Боге, как о любви, из соотношения лиц Святой Троицы, Бога Отца, Бога Сына, Бога Духа Святаго друг с другом. Они пребывают в любви. И именно Августину принадлежат слова, что Бог-Отец предвечно любит Бога Сына. Бог-Сын предвечно любит Бога Отца. И они предвечно пребывают в любви, общении с Духом Святым. Таким образом, когда Писание говорит, Библия говорит, что Бог есть любовь, Библия не утверждает одиночество Бога. В этом случае Бог, который есть любовь, являлся бы источником эгоизма и себялюбия. Бог есть любовь. И в тринитарном догмате эта истина раскрывается в любви Отца к Сыну, Сына к Отцу в Духе Святом. Далее в этой главе описывается, какой должна быть наша любовь к Богу и в чем она должна проявляться. Это с 17 по 21 стих. Любовь до того совершенства достигает в нас, что мы имеем дерзновение в день суда, потому что поступаем в мире всем, как Он, то есть как Бог, который одинаково хорошо относится к всему творению. В любви нет страха, но совершенная любовь изгоняет страх, потому что в страхе есть мучение. Боящийся несовершен в любви. Будем любить его, потому что Он прежде возлюбил нас. Вот здесь говорится о том, что в любви нету страха. И говорится о том, что в страхе есть мучение. И вот это мучение сейчас испытывают тысячи и тысячи миллионы и миллионов людей. Мучение страха, который завладел их сознанием. Преодолеть этот страх мы можем силой божественной любви. Например, ты пребываешь в страхе, что твой сосед что-то предпримет против тебя, он угрожал тебе, что он подаст на тебя в суд, что он тебя разорит, что он тебя обанкротит. И этот страх причиняет тебе мучения. Но посмотри на этого соседа очами любви. и ты перестанешь пребывать в этом мучении, и страх прекратится. В любви нет страха, но совершенная любовь изгоняет страх. Будем любить его, потому что он прежде возлюбил нас. Прежде того, как мы возлюбили его, он возлюбил нас, как и сказано, «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал сына своего». То есть Бог возлюбил мир, который нуждался в жертве его сына. То есть мир, погруженный в состояние греха. 20 стих и ниже. «Кто говорит, я люблю Бога, а брата своего ненавидит, тот лжец, ибо не любящий брата своего, которого видит, как может любить Бога, которого не видит, и мы имеем от него такую заповедь, чтобы любящий Бога любил и брата своего». Тема братолюбия пронизывает послание святого апостола евангелиста Иоанна Богослова, этого апостола любви Божьей. и будем стремиться исполнять этот призыв, и мы имеем от него такую заповедь, чтобы любящий Бога любил и брата своего, потому что неуважительное отношение к творению Бога бросает вызов самому Богу, а мы знаем, что при сотворении всего мира Бог изрек, что все хорошо весьма. Поэтому отцы церкви настаивают на том, что когда полнолуние, мы не имеем права в чем-то обвинять луну. И блаженный Феофилак пишет, это бесы сидят в засаде и ждут, когда будет полнолуние, и начинают удручать твое здоровье, и ты ругая луну косвенно оскорбляешь Бога, создавшего луну. Или, это находим тоже у блаженного Феофилакта, когда игра на солнце, то, что сейчас мы называем буря на солнце, бесы сидят в засаде и ждут, как удручать твое здоровье, чтобы, ругая солнце, ты косвенно обвинил бы создателя солнца. И если все творение весьма хорошо и является ничем иным, как актом божественной любви, как ты можешь презирать, ненавидеть, не любить любую из частей творения, значит, твоя любовь плотская, похотливая, это не Божья любовь, ибо любовь Бога, посылать свет солнца на праведных и на неправедных. Любовь Бога дождить дождем на праведных и на неправедных. Любовь Бога повелела ною собрать в ковчеге чистых и нечистых животных. Ковчег это символ церкви, в которой по любви пребывают и чистые, и нечистые, и праведные, и не очень праведные и грешники, ибо церковь заботится о всех чадах своих. Преподобный Иустин Попович пишет, только человек, который чувствует в Боге ближнего, только человек, который видит в Боге ближнего, только такой есть одухотворенный брат, есть бессмертный собрат, и ближний таким образом чувствует и видит людей только человек, который близ Христа, который близ Бога, который в Его божественной любви. Конец цитаты. Итак, сегодня отцы, братья, сестры, мы сделали обзор четвертой главы, предпоследней главы первого соборного послания Иоанна Богослова. В следующий раз, если будем живы, Господь позволит, мы будем с вами читать и исследовать пятую, последнюю главу этого послания. Подписывайтесь на библейский портал «Экзегет», чтобы вовремя получать информацию о новых беседах. И берегите себя.